Афанасий Семенович, в субботу прошел бал молодежи. Расскажите, пожалуйста, об его итогах, как определялись победители, сколько было претендентов. Бал молодежи – это итоговое мероприятие тех ребят, которые работают в молодежной политике, особенно на местах, в районах, на слегах. Это подводятся итоги среди общественных организаций. Конечно же, представительство на бал молодежи очень высокое, и представители всех муниципальных районов были там представлены. И, конечно же, наши ведущие общественные молодежные организации, те, кто с нами работают. Ежегодно мы выявляем много номинаций лучших. Те, кто работает по продвижению молодежной политики. Комиссия всегда у нас открытая, в нее входят общественники, специалисты. На балу молодежи не только мы определяем, но и видим, насколько мы едины во мнении, насколько мы сегодня готовы к реализации уже поставленных задач на следующий год. Поэтому нам отрадно, что в этом году география тех номинантов, которые были представлены, очень обширная. Это есть у нас и северные муниципальные районы, промышленные районы, сельские районы. Лучшим специалистом среди наших муниципальных служащих признан Алексей Болотин из Мирнинского района. Мы отмечали работу Комитета по делам молодежи и семейной политики Ленского района в области поддержки молодых семей. Мы отметили заместителя главы по социальным вопросам Мегина Конголасского улуса Ивана Петровича Птицына, который на протяжении многих лет очень внимательно и как действительный наставник работает со своими молодыми коллегами и выводит их на передовой уровень. На Бале молодежи мы затронули историю Года молодежи, какие яркие события были проведены, кто в нем участвовал. Отрадно, что наши профсоюзные студенческие организации очень активно участвовали и наиболее прорывными проектами выделялся профсоюзный студенческий союз Якутской сельскохозяйственной академии. Для нас это тоже отдельное открытие. Хорошая слаженная команда сложилась в профсоюзных организациях Северо-Восточного университета. Они не только объединяют студенчество университета, но и всегда являются нашими соорганизаторами различных мероприятий. Республиканский подготовительный комитет по подготовке к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи был сформирован из состава наших профсоюзных лидеров молодежи. Мы определяли тех, кто своими идеями, своими проектами украсил год молодежи. И среди них были молодые писатели, журналисты. Николай Борисов, журналист из Якутского информационного агентства, он очень плотно с нами в этот год работал. И его информация о проведении года молодежи доходила до жителей республики. Соответственно, комиссия почти единогласно его выбрала как представителя лучшего молодого журналиста. Бал молодежи интересен для молодых и на него стремятся попасть. Но в то же время организация самого бала тоже уникальна, потому что общественные организации сами организуют. Выступают артистами, выступают различными реализаторами проектов и так далее. Поэтому нам легко работать в этом плане. И он балл такой содержательный и красивый получился. Ф. Алексеевич, наверняка не все, может быть, знают из молодых людей. Как же попасть? Что нужно сделать для того, чтобы попасть на этот ежегодный балл молодежи? Мы открыты. И работа в этом плане проводится сегодня, используя и социальные сети, и общение прямое, и печатные СМИ, и электронные СМИ. Поэтому здесь мы, конечно же, основную роль отводим нашим специалистам по молодежной политике на местах. Сейчас мы проводим семинар совещания и очень большое активное участие принимают. И ребята приезжают не просто один человек от района, а целыми командами. Допустим, руководитель отдела на районном уровне, соответственно, с ним приезжают специалисты, которые работают на поселенческом уровне. И мы доводим до них максимально в открытом режиме информацию о проводимых конкурсах, проектах, событиях. И вовлекаем тем самым молодежь различных слоев и различных отраслей. Ну и, наверное, нам необходимо, чтобы были отобраны наиболее яркие, наиболее активные. С тем, чтобы дальше они были катализаторами каких-то проектов. Фанасий Семенович, буквально завтра состоится официальная церемония закрытия года молодежи. И также пройдет передача символа будущего года. Скажите, с каким настроением мы передаем символ и каковы итоги за этот год? Мы отмечаем, что все поставленные задачи и те планы, которые мы на себя приняли, они выполнены. Выполнены очень содержательно и хорошо. Настроение передачи эстафеты в году содействия занятости для нас приподнятое. Мы с удовлетворением отмечаем, что и в сфере усовершенствования нашего нормативно-правовых актов мы поработали. Три закона в этом году приняли на правительственном уровне. Это закон о развитии детского движения. Это важно, потому что детское сообщество необходимо как можно раньше вовлекать в общественную жизнь. Это закон о развитии добровольческого движения. Год добровольца-волонтеров следующий год. Соответственно, мы уже со своими общественниками, муниципалитетами поработали. И такой проект закона правительства приняло. Мы участвовали на многих площадках федерального, международного уровня. Хорошая делегация уезжала на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в город Сочи. И она сегодня боеспособная, такая дружная команда. 148 молодых ребят. В основном это студенты были, в большем случае, ну и рабочая молодежь. Мы очень на высоком организационном уровне провели всероссийский слет студенческих отрядов. 74 субъекта к нам приехали. Это достаточно большое количество. Вся Россия к нам приехала. 2000 участников. И ребята увезли отсюда. Впечатления очень хорошие. Насколько мы гостеприимны, насколько организованны и дружны. Наши ребята участвовали во всероссийских образовательных форумах и выигрывали различные гранты. Более 100 ребят на форумах участвовали. Шестеро у нас получили федеральные гранты. Особенно хорошо поработала молодежь горного улуса. Три гранта они получили федерального агентства. Молодежные общественные организации участвовали тоже активно. Четыре молодежные общественные организации у нас получили грант президента Российской Федерации. В основном они на поселенческом уровне работают. Якутия была отмечена на различных площадках. В том числе и за работу с Федеральным агентством по делам молодежи. С Федеральным агентством по делам национальности мы презентовали свою площадку на уровне Министерства труда и социального развития. Общественная организация молодежное правительство Республики была признана лучшей организацией этого плана. Поэтому с хорошим настроением, с хорошими достигнутыми результатами мы сегодня передаем эстафету Новому году. И хотели бы этот уровень не только поддерживать, но и дальше достигать еще более высоких результатов. Владимир Путин делает большой акцент всегда на творческой, яркой, целеустремленной молодежи. Скажите, пожалуйста, в Якутии мы знаем, у нас действительно тоже очень активная молодежь, целеустремленная. Много ли у нас молодежных организаций, которые идеологически объединяют ребят? По интересам у нас достаточно большое количество общественных организаций. Допустим, если взять детское сообщество, они более 700 общественных организаций представляют. Если взять нашу молодежную сферу, то здесь у нас более полутора тысяч общественных молодежных организаций. Конечно, они разные. Ребята объединяются по интересам, по отраслевому принципу. Поэтому есть на кого опереться. И мы всегда в своей деятельности создаем команды. Скажите, а какая работа проводится с теми ребятами, которые не входят в никакую организацию? То есть привлечения каким образом проходят? Необходимо понять, мы работу проводим со всеми. И вовлекать молодежь в различные наши проекты – это наша задача. И вот то, что мы вначале говорили о том, что на местах нам необходимо дойти до каждого. Мы работаем по реализации 120-го закона по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В поле зрения у нас эти ребята тоже есть. В досуговую деятельность мы вовлекаем. Посещение кружков, секций. Ну и затем, конечно же, наши проекты образовательные, профориентационные. Ну и различные акции, мероприятия, добровольческие и так далее. Поэтому здесь мы открыты. И в этом деле большое. А вот говоря про профориентацию, за годы проведения игр министра, скажите, пожалуйста, как много у нас попало ребят в кадровый резерв? Две ступени у нас есть. Это молодежный кадровый резерв, который наше министерство координирует. И в нем всегда у нас 100 человек. Из него мы рекомендуем и в республиканский кадровый резерв. За время проведения игры порядка 900 участников было за 9 игр. И у нас в следующем году состоится юбилейный. И победители всегда включаются в кадровый резерв республики. А какие-то изменения будут? Вот юбилейный все-таки намечается что-то? Или вот как обычно? Игра совершенствуется. И сегодня заявку на участие может подать каждый. Высшая школа менеджмента сегодня формирует участников по отраслевому принципу. И я думаю, что обращайтесь. Сегодня мы зональные игры расширили. На муниципальном уровне игры проводятся. И отбор, соответственно, очень широкий. Владимир Семенович, я вас благодарю за беседу. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Спасибо. Всегда приходите, мы обсудим все самые актуальные темы. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был министр по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия Афанасий Владимиров. Оставайтесь на нашем канале, обсудим все самое важное. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова